Лучший тренер 2-го дивизиона и команда, не знающая поражений практически до конца всего футбольного сезона. Сильное сочетание. Но что делает КАМАЗ после 9-ти туров ФНЛ с 3-мя очками в конце турнирной таблицы? Слабый для этого уровня состав, могучие соперники? Причин хватает. Тренерский штаб не исключает, что просчитался с подбором игроков, которые к тому же не успели сыграться. Но есть и другие факторы. Тему продолжит Егор Орлов. Все лето отдыхала. Выглядит как никогда прекрасно. Челнинское поле, несмотря что вокруг строится трибуна, административное здание, получало заботу, как и положено. Его поливали, удобряли, в общем, следили. Делали и делают. Все, чтобы в первом по-настоящему домашнем матче челнинцам даже газон помогал. Но в сентябре, скорее всего, сыграть тут не удастся. И не только из-за строительства. Здесь уже завершаются отделочные работы, идет благоустройство подъездных путей и пешеходных дорожек. Вот только объект еще должна принять комиссия из Москвы. Все зависит от Российского футбольного союза. Как только приедет комиссия, даст нам лицензию, так мы сразу переедем на наш стадион и, думаю, будем здесь играть. И болельщики, я думаю, с удовольствием пойдут на этот стадион, потому что нам сегодня, играя в Нижнекамске, тяжело. Мы практически все игры проводим в гостях. Потому КамАЗ и замыкает турнирную таблицу ФНЛ, считает в штабе. А еще не заработала, как планировалась так называемая футбольная пирамида. Подразумевалось, что Казанский Рубин будет поддерживать автозаводцев и усилит состав КамАЗа своими игроками. Набирали тех футболистов по возможности, по нашим финансовым составляющим, которые, не скажу, в таком, ну если коротко сказать, в плачевном состоянии. Да, то есть бюджет, который нам обещали, в принципе, обещали, но еще не подписан до сих пор. Поэтому и такая селекция. Ну, надеялись на Рубин, ждали какое-то укрепление от Рубина. Сам Рубин, кстати, тоже лихорадит. Отставка главного тренера, а потом и президента клуба. Сегодня, кстати, на этот пост выбрали мэра Казани. Челнинцы надеются, что с приходом Эльсура Медшина футбольная пирамида, наконец, заработает. Но последние два тура показали, что автозаводцы и сами не сидят сложа руки. И даже без поддержки извне могут бороться с лидерами ФНЛ. Кроме того, выгрызать у них очки. Егор Орлов, Радик Ганеев, НТВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин